Здравствуйте! Женщина пишет, как можно улучшить отношения в семье? Ну вот, к сожалению, этот вопрос такой неконкретный, поэтому это зависит от того, с чем связаны ваши отношения. Ну, тем не менее, в общем-то, я отвечал очень часто на подобные вопросы, как изменить что-то, как улучшить, повлиять, что ли, на кого-то. Повлиять, я говорю, конечно, в кавычках, речь идет о том, что нужно делать с собой, чтобы изменился другой человек. И я еще раз просто повторю коротко, я сейчас не буду вдаваться в подробности, но все, что вы видите вокруг себя, это какие-то ваши выгоды, ваши исполненные желания. То есть вы их не осознаете. Конечно, сказать, что вы хотите плохих отношений в семье, конечно, нельзя. Вы хотите, может быть, хороших отношений, но у вас есть какие-то выгоды, если будут все-таки складываться не очень хорошие отношения. Например, вам нужно куда-то уйти, может быть, с кем-то встретиться. Естественно, когда это можно сделать, когда вы, допустим, поссорились, вы взяли, ушли. Я сейчас не буду раскрывать все возможные варианты. Это уже, если вас это интересует, вы можете посмотреть, подумать, с чем это связано. Да с тем, что, опять-таки, в каждом человеке есть страхи, обиды, в общем, негатив, который приводит к тому, что вот он лучше, пусть будут плохие отношения, и я тогда лучше, значит, как-то там либо уйду, либо не буду говориться, либо помолчу, либо уеду и прочее, прочее. Отсюда какой ввод? Надо работать над собой, убирать негатив, освобождать негатив, буквально выписывать каждый день, что вас волнует, чего вы боитесь, чего опасаетесь. И, ну вот, еще я хочу добавить по поводу отношений тоже, но связанных, например, с пьянством. Давайте, прежде всего, вот на чем остановимся. Я, значит, начну с чего? Что, вот, допустим, вас что-то возмущает, раздражает в вашем партнере. То есть, что вы, допустим, ну, у вас совершенно противоположная точка зрения. Ну, вот, в частности, я такой пример возьму, наиболее такой популярный. Это, вот, допустим, кто-то пьет, и вас это просто бесит. Ну, допустим, муж пьет, возьмем. Я, кстати, говорил уже в одном из видео, как, что делать, но сейчас просто хочу дополнить. Почему вас это возмущает? А дело в том, что, я напомню, что мир дуален. Поэтому принятие алкоголя, например, и, то есть, пить или не пить, это две дуальности, да? Пить – это и хорошо, и плохо, не пить – это и хорошо, и плохо. И вот вы загнали, например, вот это свое, что вот не пить – это вы идеализировали вот эту половину дуальности. А вторую, как раз-таки, вы просто, ну, скажем так, утрировали и довели до максимального накала, что вот малейший взгляд только или запах вас это просто раздражает. Лишь потому, что вы считаете, что пить – это очень плохо, это очень нехорошо. И вот я ни в коем случае не пытаюсь сейчас защищать кого-то, там, выступать на стороне, там, алкоголя или чего-то, а просто объективно, без всяких, как говорится, эмоций, давайте вот будем рассуждать. Допустим, человек, ну, пьет, то есть вообще пить алкоголь, выпивать – это вот, где это может быть полезно? То есть можно говорить, что это тоже и полезно, и вредно. А полезно, например, когда во время войны давали 100 грамм фронтовых, чтобы люди снимали стресс, ну и так далее. Вот это разве не полезно? Это полезно. Когда человек замерз где-то, что ему дают? Ему дают что-то крепкое, спиртное. Когда человек, например, ну, хочет просто расслабиться, отдохнуть на праздниках – то же самое. Ну, и много всяких других каких-то ситуаций вы можете найти, когда действительно вот спиртное помогает в какой-то степени. Поэтому говорить, что, значит, пить, употреблять алкоголь – это очень вредно, сами понимаете, это не так. Получается, что вот в данной ситуации, вот то, что я привел эти примеры, можно еще какие-то найти примеры, можно сказать, что, да, ну, кстати говоря, примеры, в том числе я могу сказать еще, вот вспомнил, допустим, ну, наши известные медики, врачи говорят, извините, звонок, медики, врачи говорят о том, что, значит, определенная доза всегда полезна. Причем регулярное употребление, там, малой какой-то дозы – это вроде как полезно. Дальше. На Кавказе живут долгожители, которые употребляют вино. Так вроде тогда получается, что? Значит, чтобы было хорошее здоровье, нужно пить вино? Тоже вроде, да? Да? И получается, что вот я говорю для тех, у которых вот так вот яростно, значит, настроены, что нет, это алкоголь, это вообще, это просто-напросто яд и все. Еще раз говорю, что я не агитирую ни в одну сторону, ни в другую. Но вот из всего этого анализа сейчас мы пришли к выводу, что да, он, оказывается, алкоголь во многих случаях очень полезен, но он также и очень вреден. Понятно, что он разрушает семьи, здоровье, губит людей и так далее. Итак, мы выяснили, что пить – это и плохо, и хорошо. А если мы будем не пить противоположность, то то же самое вы увидите, что будет и плохо, и хорошо. То есть это две противоположности. Поэтому, когда вы поймете, что вот это просто-напросто, ну, есть две дуальности, и вы освободите свою вот эту неприязнь, например, страх перед алкоголем и прочее-прочее, и вы заметите, как начинает меняться ваша судьба, ваша жизнь в отношениях. То есть человек начинает меньше пить, потому что вы его своим вот этим, ну, скрытым, подавленным вот этим презрением, ну, скажем, негативом по отношению к алкоголю, вы его в какой-то степени провоцируете. Вот и все. Все, до свидания, до встречи.